Не то субботник, не то квест. Участники экологического проекта «Чистые игры» поначалу не могли определиться, что важнее – найти в кучах хлама самый необычный объект или сосредоточиться на результате и собрать как можно больше мусора. Организаторы игр и их помощники задачу еще усложнили. Очищая территорию, необходимо сортировать в турсырье. Потому что мы за «Чистый город», потому что хотим, чтобы больше народа узнало о нашем движении, рассказать о нем, молодежь привлечь, чтобы они к проблеме чистоты и разделения, сбора мыслили более широко об этом. А вы когда сейчас мусор будете собирать, вы его будете сортировать? Мы будем принимать. Три, два, один, поехали! «Чистые игры» – это международный экологический проект, запущенный в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Поморье присоединилась к нему впервые, коряжма не прошла мимо. В нашем городе идею поддержала группа «Элим» в числе спонсоров также областной дом молодежи и бренд «Гарниер». Здесь просто вклад мусора. Мы нашли занычку! С помощью игрового формата авторы проекта хотят поменять отношение участников к мусору. То есть, по средствам игры они понимают, что мусор – это ценный ресурс. Что это не просто мусор, который можно взять и выбросить, а мусор – это ценный ресурс. Для этого нашим участникам выдаются стартовые мешки, стартовый набор мешков. И вот в черный можно собирать смешанный мусор. За него дают меньше всего баллов. В синий – пластик, а в зеленые полипропиленовые мешки – железо и стекло отдельное. И когда ребята приносят на склад обратно мешки полные, они получают за раздельный сбор мусора больше баллов, нежели за сбор смешанного мусора. Почему мы решили принять участие? Потому что у нас в садике волонтерское движение. Поэтому мы решили помочь городу облагородить его. Чтобы город почище был. Чтобы город стал намного чище. Мы учимся в четвертой школе у меня, ребята. Волонтерский отец очень давно. Называется «Открытие сердца». И поэтому мы поддерживаем каждую акцию, которая у нас в городе проходит. Неважно, где, когда, в какое время года. Два, кстати, команд-участник в итоге выбрали свои стратегии игры. А потому мешки с мусором наполнялись быстро. Соревновательный азарт не отпускал ни на минуту. Неожиданные находки вызывали непривычное возмущение. А наоборот, радовали и позволяли заработать. В ходе «Чистых игр» участники находят и сортируют не только мусор, но еще так называемые артефакты. Вот, например, за это можно получить отдельные баллы. В следующих «Чистых играх» обязательно будет большой фестиваль, где примет участие наверняка уже более 20 команд. И там будут различные не только соревнования, но и развлечения. Можно будет отвечать на вопросы эковекторин, зарабатывать баллы дополнительные. Фоточкины. То есть нужно будет найти какое-то место, где много мусора, сфотографировать его, затем прибрать и сделать новое фото. В итоге выявились три лучшие команды. Их отметили специальными призами, были предусмотрены и поощрительные награды. Но, как всегда, в таких случаях победителей проигравших не оказалось, поскольку в «Чистых играх» выиграл город. Территория стала опрятнее. Вопрос – надолго ли?